Хороший бас в автомобильной аудиосистеме объект желания огромного количества автолюбителей и конечно любителей автозвука и очень многие готовы на апгрейд чтобы его получить ну и конечно улучшить общее звучание но может случиться так что элементарные ошибки сведут на нет все усилия или сильно навредят желаемому улучшению приветствую вас на канале доктор бас и давайте к делу и начнем как ни странно не с сабвуферов а с мидов или с динамиков которые находятся в дверях одна из основных ошибок на первый взгляд вообще примитивно но поверьте происходит очень часто это перепутанная полярность одного из динамиков при правильной полярности динамик первое движение после получения сигнала делает от магнита или вверх а при обратной наоборот что происходит когда один из динамиков подключен неправильно при работе они начинают нивелировать усилия друг друга то есть при нормальном да при правильной полярности при подключенной они движутся вот таким образом но если находится в дверях в случае если полярность одного из динамиков перепутана тогда движение происходит вот таким вот образом и соответственно получается как говорится это все равно что любовь в резинке движение есть прогресса нет импульс первого забирается вторым и наоборот и никакого баса в нижней части воспроизведения динамиков нет ну либо он очень сильно размыт это может показаться странным как можно перепутать провода в общем приближение конечно да плюсовой провод берешь подключаешь к плюсу минусовой к минусу вроде ничего сложного нет но если сюда добавить подключение на стороне усилителя как правило то никто не заморачивается проводка вся эта лежит под обшивкой здесь не как торчат только концы при подключении а если еще используется высокого уровня сигнал то мест для ошибки получается уже достаточно много также при замене штатной акустики сама автомобильная проводка может иметь ну прям не интуитивную расцветку еще кстати интересный момент в прошлых версиях магнитолы ти айс были перепутаны плюс с минусом для акустических проводов ну то есть мануале было указано неверно наоборот это была одна из проблем дело в том что тут вам не поможет ничего не эквалайзеры не замена динамиков или какие-то любые другие движения можно долго искать проблему не там сетовать на плохие динамики усилители магнитолу а дело всего лишь в каком-то перепутанном проводке а нижний диапазон воспроизведения мид басов очень сильно влияет на ощущение качества баса и общего звучания так что обязательно проверьте у себя этот момент если закрадываются подозрения второе это неправильная фаза сабвуфера в автомобиле как правило сабвуфер расположен дальше чем основные динамики и вследствие этого а также геометрии салона звук от него приходит с некоторым опозданием и может быть не в фазе с основным звучанием не будем сейчас глубоко взрываться в эти дела скажу по простому то есть пространство для прослушивания в моменте или вместе вода создания давления динамиками динамиками основными сабвуфер приносит разрежение и звучание на вот стыке диапазонов сильно размывается часто если нет опыта то об этом можно и не догадаться но когда фаза приводится в нужное положение то возникает вот этот самый такой эффект того а чё так можно было что ли регулировка фазы есть практически на каждом усилителе или магнитоле поэтому попробуйте переключить ее если у вас подобная проблема если переключателей нет то можно поменять полярность акустических проводов но в отличие от первого случая это делается намеренно третье если корпус не закреплен в багажнике то сабвуфер теряет в эффективности воспроизведения не говоря уже о том что это попросту небезопасно надежно закрепив его в багажнике вы исключите его движение и бас изменится в лучшую сторону потому что энергия перестанет тратиться на движение и ненужные вибрации вариантов много все зависит от конструктивных особенностей вашего автомобиля и короба соответственно четвертый момент касается правильного выбора сабвуфера допустим вы любите слушать инструментальную музыку с упором ну скажем на низкие частоты там где-то в районе или выше 40 герц но посмотрев ролики про крутые сабы там мощные до купили себе модель для ветра и поставили ее в корпус на условные 30 герц и разумеется при прослушивании ваших любимых композиций вы вообще не понимаете где этот самый бас когда у вас там да стоит такая мощь ровная и обратная ситуация когда вы увидели у кого-то или услышали там жирные глубокие низы увидели хер триги на родостях побежали в магазин и купили себе саббик под сиденье или активный сабвуфер или очень хороший сабвуфер для качества звучания но зеркало вас не дребезжит бас не валит нет ничего того о чем вы мечтали деньги потрачены нужного баса и результата как следствие нет поэтому как я часто повторяю правильный осознанный выбор это уже пол дела следующая проблема может произойти при замене штатной акустики без применения подиумов и вывода динамиков наружу нередко приходится срезать вот эти самые колодцы на пластиковых обшивках дверей которые есть на большинстве этих самых обшив и если сделать это не супер точно что обычно и бывает и тут ничего как бы не поделаешь то часть звука начинает уходить под пластик двери и мало того что эффективность от этого падает да не весь звук приходит салон так еще и могут добавляться при звуке негативно сказывающиеся на общем звучание а как мы говорили выше нижний диапазон воспроизведения бедов очень сильно влияет на ощущение полноты и качество баса в общем звучании применяйте вот такие уплотнительные кольца они могут быть произвольными главное чтобы они были устойчивы к воде я сам вот буквально на днях динамики буду менять и прикупил себе как раз вот комплект из четырех штук ссылку оставлю внизу к слову это не первый раз я про них рассказываю на канале уже ни в одном ролике упоминал клеятся они вот на динамик сверху таким образом и поджимается обшивкой и излучение от динамика уже идет полностью в салон вот пять простых моментов разобравшись с которыми вы не навредите басу в авто а возможно и сможете исправить некоторые недостатки обязательно напишите если есть что добавить хороший комментарий я с удовольствием закреплю и это будет полезно зрителям а если таких будет несколько то конечно же сделаем с вами вторую часть я постарался сделать этот ролик полезным поделитесь им это реально помогает а на этом все и до скорой встречи а а а